ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВКУСНОЕ РАССЛЯДОВАНИЕ Привет всем! В студии Егор Поварёшкин, и на очереди новое вкусное расследование. Сегодня я постараюсь понять, как делают сосиски, и отправлюсь на фабрику. Но сначала, по традиции, открываю личное дело. В начале 19 века в австрийский город Вену из немецкого Франкфурта переехал мясник Иоганн Ланнер. Через год на прилавке его магазина появились необычные маленькие колбаски, начинённые специями и покрытые тонкой съедобной кожурой. Прошло уже больше 200 лет, а сосиски по-прежнему любят взрослые дети во всём мире. Итак, мы на заводе по изготовлению этого вкусного продукта. Вот эта машина передо мной называется кутер, или по-английски каттер, от слова «резать». Это что-то типа мясорубки. Сюда загружают мясо и специи. Соль, перец, чеснок, ну и всякое такое. Осталось только нажать на кнопку. А можно я? Теперь автомат будет измельчать мясо и специи до тех пор, пока не получится однородная масса, похожая на тесто. Чем мельче фарш, тем вкуснее и нежнее будут сосиски. Готово! Теперь я смотрю, как другая машина наполняет фаршем тонкие оболочки и разделяет их на равные порции. Это же и есть сосиски! Что, ещё не всё? И правда, они же ещё сырые. Что же дальше? Вижу, как сосиски выкладывают во что-то похожее на прозрачный шкаф без стёкол и увозят куда-то. Мне разрешили на секундочку заглянуть. Ух ты! Да тут целые тонны сосисок! И сарделек! И колбасы! Это термокамера, иначе коптилка. Сейчас я выйду отсюда. Работник фабрики закроет дверь и что-то начнётся. Благодаря горячему дыму сосиски приобретают такой аппетитный запах. Ну вот, закончили коптить. Теперь можно попробовать? Нет. Почему? Опять я тороплюсь. Теперь сосиски нужно сварить. Я-то думал, мы их только дома варим. Оказывается, это делают и на заводе, чтобы выгнать вредных микробов и чтобы не испортились раньше времени. Тем временем сосиски сварились. Что дальше? А дальше они отправляются в душ. Честное слово, сосиски вот прямо в этих же прозрачных шкафах ставят под холодную воду. Потом их обдувают холодным воздухом. Можно сказать, закаливают. И теперь охлаждённые и просушенные от воды сосиски можно упаковывать. И, наконец-то, попробовать. Впереди много новых вкусных открытий. С вами был Егор Поварёшкин. Счастливо! Вкусное расследование